Какие Ваши впечатления? Матч был напряженный по той простой причине, что хотелось победить и хотелось забить гол. Это концовка и тут, конечно, команда испытывала определенное давление и нервозность. Я думаю, что в большей степени не то, что создал соперник и предложил соперник, а больше мы сами создали вот это вот давление на себя, давление в рамках рождания, давление в рамках игры. И вопрос опять же, моменты создавали, не хватало где-то концовки, не хватало где-то более агрессивного действия. Можно ли сказать, что игроки перегорели в желании? Я думаю, что да. Я думаю, что да, это надо исключать, конечно, хотели победить, хотели преуспеть. Это как следствие, опять же, как опытность команды и как следствие нечейный результат. По сравнению с Минском, у нас довольно короткая скамейка запасных. Насколько это была проблема для команды, для Вас при выборе состава и на этой игрокомплекте? Нет, проблемы не было. Не было, была проблема в том, что кого в состав поставить, потому что и те ребята, которые были на замене, они так заслужили место в стартовом составе. Но, к сожалению, один из человек может и начинать, и те ребята, которые не попали в стартовый состав, но, скажем так, что они достойны были того, что так же играть в стартовом составе. Двойную замену Вы сделали в самом начале второго тайма, с чем она обусловлена, с чем связано? Она обусловлена концентрацией, мы предвидели и немножко не успели сделать замену. Опять же, в момент, который создал, скажем так, Лопес, именно Лопес его создал в первую очередь, то мы предполагали, что эта ситуация, вероятно, произойдет. Но она произошла, к сожалению, она произошла раньше, чем мы успели сделать замену. Но этим была обусловлена, обусловлена тем, что потеря концентрации, потеря внимания, мелкие эпизоды, переключения, реакции, это все, к сожалению, было заторможено. Ну и, как следствие, нам пришлось игрока поменять.